Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас третья лекция по нашему мини-курсу об арифметике и геометрии дробей и фории. Если в предыдущие два занятия мы больше говорили об арифметике, о связи дробей и фории с гипотезами Риммана, с простыми числами, то сегодня мы больше затрудим такую геометрическую часть. Скорее речь пойдет о геометрии, геометрическом методе изучения дробей и фории. Начнем мы с простых наблюдений. Дроби и фории чем хороши? Взял какой-то конкретный ряд фории, выписал и как-то играешь с этими числами, строишь какие-то наблюдения, у тебя появляются какие-то гипотезы, ты их проверяешь, что-то правильно, что-то ошибочно, но то, что правильно, пытаешься уже потом доказать. Это можно взять руками и что-то посчитать. Так поступим и мы. Давайте сейчас возьмем ряд фории порядка 9, не очень большой, не очень маленький, и выпишем из него кусок и нечто с ним проделаем. Кусок я выхвачу из середины, скажем такой. Давайте тему сегодня очередную напишем, пусть она называется «Индексы дробей и фория». Что такое индексы, об этом речь пойдет дальше. Итак, берем кусок ряда F9. Кусок берем такой, мне хочется, чтобы он был в одну строчку, поэтому я его давайте здесь выпишу. Вот если вы какое-то из этих упражнений счетных пробовали делать, то он у вас мельника появился и в таком точности виде. Ну и хватит. Вот так примерно с серединки выхватил. Вот на этой доске давайте будем строить вот такую табличечку. В ней будут пока три колонки. А что мы поместим в левую колонку? Будем брать и вписывать тройки подряд идущих знаменателей. Вот такое странное действие сделаем. То есть вот берем первую тройку дробей. Это, это, вот это. Какие знаменатели? 9, 4, 7. Пишем их в том порядке, в каком они идут. Ну давайте вот так будем обозначать эти знаменатели. Будем буквами Q, Q0, Q1, Q2. Пишем, значит, 9, 4, 7. Ну и давайте проделаем. Сколько у нас дальше там их влезет? 4, 7, 3. 7, 3, 8. 3, 8, 5. 8, 5, 7. 5, 7, 9. 7, 9, 2. 9, 2, и 9, 2, 9. Ну вот как раз и место кончилось. А дальше сделаем следующее. Значит, что мы поместим на вторую колоночку? Давайте возьмем крайние числа в этих тройках и сложим. И сюда напишем их сумму. То есть сюда мы напишем число Q0 плюс Q2. Здесь 9, D7. Что это такое? Ну 16. Ну и так заполняем дальше. Здесь будет семерка. 7, D8. 15, 3, 5. 8, 8, 7. 15, 5, 9. 14, 7, 2. Девятка. 9, 9. 18. Что у нас будет в третьей колонке? А в третьей колонке будет стоять среднее число из каждой тройки. То есть Q1. Значит, будет 4, 7, 3, 8, 5, 7, 9 и 2. Ну и первое наблюдение в чем состоит? В том, что число, стоящее в второй колонке, делится на целое на число, стоящее в левой колонке. Ну тривиальные замечания. Но вот видите, где-то они даже совпадают. Две семерки здесь оказались. Вот здесь две восьмерки. Но не всегда. Но если не совпадают, то все равно делимость есть. Ну давайте здесь напишем частный, который обозначил букву КК. Здесь это будет четверка, здесь единичка, здесь пятерка, здесь снова единичка, тройка, двойка, один. Ну здесь самое большое число 9 образовалось. Ну вы уже, наверное, догадываетесь, что это не случайное совпадение. Так часто вести не может. За этим стоит какая-то закономерность. И вот наша задача на сегодня понять, что за этой закономерностью стоит, научиться как-то ее описывать, ну и всесторонне изучить. Ну давайте сначала докажем, что это действительно соотношение всегда имеет место, вот эта делимость. И наше первое утверждение, давайте как теорема, если я не ошибся, это теорема 5 за наш курс, ну могу ошибиться. Она утверждает следующее, что если у нас есть три последовательные дроби Форея ряда заданного порядка, то есть это соседи, то тогда сумма Ку-0 плюс Ку-2 делится на Ку-1. Ну мало того, а вот частное от этого деления, то есть это число К, его можно найти вот по такой формуле. формула вот такая вот, это будет целая часть, а по знакам целой части стоит дробь Ку-0, а Ку-большой это порядок рядов Арея, а Ку-0 на Ку-1. Вот такую формулю можно еще искать, это К. Ну давайте докажем эту теорему. Такое несложное утверждение. Что надо делать? У нас есть две пары соседних дробей. Вот два соседа и вот два соседа. Для каждой из них мы можем написать, ну то, что мы назвали так громко-модулярное соотношение. А если попросту, вот крест-накрест перемножили четыре знаменателя и вычисли одну из другого. Итак, пишем два равенства. Сначала для вот этой пары. 1 на Ку-0 минус А0 на Ку-1, это у нас единичка. И для второй пары А2 на Ку-1 минус А1 на Ку-2, это тоже единичка. Так, а что теперь можно сделать с этими равенствами? Ну предлагается следующее. Давайте первое умножим на Ку-2, обе части, а второе на Ку-0. И то, что получится, сложим. Ну давайте смотреть, что же будет у нас. Вот умножая это на Ку-2, получается А1 Ку-0 Ку-2 минус А0 Ку-1 Ку-2. Сразу прибавляю вот это дело умноженное на Ку-0, чтобы мне только не пробраться. А2 Ку-0 Ку-1 минус А1 Ку-0 Ку-2. Это то, что получилось слева. А справа будет что? Здесь единички стоят. Сумма Ку-0 плюс Ку-2. Так, ну смотрите, у нас здесь же кое-что сокращается. Вот эти слагаемые у нас уйдут. Что же у нас останется слева? А слева останется вот эта разность, которая, смотрите, делится на Ку-1 на цело. Ку-1 можно вынести за скобочку. То есть мы видим, что вот такое частное, это действительно целое число. Вот это целое число, но более того, оно положительное. Потому что смотрите, как оно образуется. Берутся и крест-накрест перемножаются числители, измятые уже не соседи, вот так, дроби взятых через 1. А2 на Ку-0, минус А0 на Ку-2. Но так как это строго большее, то это число строго положить, иначе не меньше единички. Так, первую часть утверждения мы доказали. Давайте докажем вторую, вот про эту формулу. Ну здесь вот как можно действовать. Давайте пока запишем непосредственно определение нашего Ка, то есть в виде вот такого вот частного. И заметим, что поскольку все эти дроби живут в ряде форез порядка Ку, все их знаменатели вот этого Ку не превосходят. В частности, вот Ку-2 не больше, чем Ку-1. Значит, можем написать такое неравенство. Хорошо, а теперь смотрите, я вот еще раз перепишу вот это равенство, но перепишу как. Я в числитель добавлю и вычту Ку-1. Пока это тавтология, но смотрите, чем. Простите, а почему у Ку-2 заменили на Ку-1 большая? Потому что все вот эти товарищи, они живут в ряде форез порядка Ку. Но по определению ряда форез, там могут быть только те дроби несократимые, у которых знаменатели вот этого Ку большого не превосходят. То есть все вот эти, не только Ку-2, но и Ку-1, и Ку-0, все они не больше Ку. Вот я этим воспользовался, просто заменил. Так, ну смотрите, что можно сделать. Вот здесь видите, Ку-1 вверху, Ку-1 внизу. Значит, можно в виде разности записать. И второе число вычитаем, и будет единичка. А теперь давайте мы вот что заметим. Вот посмотрите, Ку-скоро вот эти две дроби соседей в ряде форез. Это означает, что если мы будем пытаться запихнуть между ними медианту, она нам не подойдет. Потому что ее знаменатель будет больше Ку. Ну, знаменатель медианта, вы помните, как получается. Нужно просто сложить два соседних знаменателя. То есть сложить Ку-1 и Ку-2. И эта сумма будет строго больше Ку. Потому что иначе они бы не были тут соседями. Значит, я могу, что вот эта оценка воспользуется здесь. Вот эта сумма Ку-1 плюс Ку-2, она строго больше Ку. Давайте я тут продолжу. Ну, смотрите, вот есть два таких неравенственных числа. Ну, из которых исследует наша формула с целой частью. Теорема доказана таким образом. Ну, вот в качестве самостоятельного упражнения, чтобы немножко освоиться с этой техникой, попробуйте доказать то же самое утверждение, но для числителей. Там будет все то же самое. Вот три соседних числителя будут связаны таким же соотношением. Но только вместо Ку будут числа А стоять. Ка будет то же самое. Вот все точно так же это все делается и на основе модулярных соотношений. Можно сказать, что у нас все симметричные относительно знаменательных числений, когда мы взяли, что мы еще не можем сказать? Ну, можно и так, да, как-то подобно тому, как мы доказывали модулярные свойства. Можно, наверное. Ну, вот это число К, которое таким образом у нас, естественно, возникло, оно даже носит специальное название. И оно называется индексом дроби, который стоит в серединке, 1АКОДИН в ряде фаре порядка Ку. Ну, давайте будем так обозначать. Это не есть какое-то общепринятое обозначение, ну, просто что-то надо вести. Индексы дроби. Ну, обратите внимание, что здесь в зависимости от порядка Ку важна, что индекс – это не есть какая-то мертвая такая характеристика, вот всякой несократимой дроби, скажем, как ее числитель изменяет. Они вот не меняются. Они как и есть, так и есть. Индекс, он будет зависеть, видите, от ее соседей, а соседей меняется по мере того, как порядок рядов рей растет. Туда добавляются какие-то новые медианты, все пересчитывается, и вот этот индекс меняется. И говоря грубо, я не собираюсь как-то это утверждение формализовать. Индекс, он связан, ну, можно так сказать, с продолжительностью жизни дроби в ряде фарея. Ну, что значит продолжительность жизни? Вот чем на более раннем шаге дробь появилась у нас, тем больше у нее, грубо говоря, индекс. Вот, ну, при этом давайте мы не будем сейчас определять индексы для самых крайних дробей, для нуля-еднички, хотя это тоже можно сделать, если все сдвинуть по периодичности, на единичку вправо или влево. Вот, и тогда получится, что самая долгоживущая из дробей, это какая? Одна вторая. Ну, вот видите, в табличке у нее самый большой индекс. А те, которые новорожденные, вот медианты только что добавились, у них индекс один. Здесь нет такого четкого соответствия, потому что индекс один могут иметь и дроби, которые там чуть раньше добавились. Но, грубо говоря, в общем-то это так. Чем больше индекс, тем старше дробь. И чем меньше индекс, тем дробь меньше. Вот такая пока связь. Ну вот, теперь давайте вот над чем задумаемся. Вот уже вот этот подсчет, а здесь вот вычислены вот в этой колоночке, вот эти частные, те самые индексы. Ну вот уже глядя на эту табличку, можно предположить, что вот этот индекс, наверное, может принимать любые наперед заданные значения. Вот если вот мы будем брать дроби соседей и вот так крест на крест перемножать, то будет всегда получаться единичка. А здесь уже не так. Вот видите, здесь и один, и два, и три, и четыре, и пять, девятка даже появилась. И естественно, что предположить? Что индекс дроби может принимать в ряде форей, в принципе, любое наперед заданное значение. Ну, лишь бы порядок ряда форей был достаточно большим. И вот наша задача ближайшая, вот как-то с этим разобраться, что-то про эти индексы понять. Но давайте еще, прежде чем двигаться дальше, заметим вот еще что. Вот важную, так сказать, практическую пользу вот этой формулы. Вот посмотрите на нее внимательно. Вот с одной стороны, смотрите, индекс это то, что требует информации о двух соседях дроби. Но на самом деле эта формула говорит нам, что нам про этого соседей ничего знать не надо. Вот есть у нас только две дроби, вот мы с них стартуем, вот их знаменатель и порядок ряда. Значит, мы можем по ним взять, сосчитать вот этот индекс К. Ну, раз мы можем посчитать индекс К, то тогда мы можем, грубо говоря, восстановить и все остальное. Почему? Ну, вот ведь у нас по определению, смотрите, Ку-0 плюс Ку-2 это К на Ку-1. Ну, на эту формулу можно как смотреть? Ку-2 равняется К на Ку-1 минус Ку-0. А К можно посчитать только зная эти Ку-1 и Ку-0. То есть, зная вот эти два знаменателя и, подчеркиваю, порядок Ку большого ряда, можно посчитать знаменатель Ку-2. Но если вы посчитали знаменатель Ку-2, можно еще на шажочек сдвинуться, посчитать свое К новое, вычистить Ку-3, потом Ку-4 и так далее. И так просчитать всю последовательность знаменателей справа. Ну, поскольку, ну, я в качестве упражнения это предложил, то же самое верно для чистителей, вы можете проделать тоже для чистителей и восстановить по вот этой паре весь ряд Фарея дальше, вправо. Ну, вот вопрос на подумать, как двигаться влево, опираясь только на эти два знаменателя. Вот. Это тоже возможно, ну, просто на досуге подумать над этим. Вот. То есть эта формула очень важна. Она, ну, как бы, задает некое движение. Так, ну, тоже в качестве хорошего такого упражнения могу предложить следующее. Вот вы взяли ряд Фареи какого-то большого порядка Ку. Ну, чему равна сумма всех-всех индексов дробей ряда вот этого Фарея. Ну, указание здесь вот в духе вот вашего замечания, что надо просто проследить за тем, как эта сумма поменяется, когда мы переходим от ряда с номером Ку-1 к ряду с номером Ку. То есть что происходит вот с этой совокупной суммой, когда вы добавили туда медианты. Или даже проще. Вот что происходит с индексом дроби, когда вы рядом с ней добавляете справа или с него медианту. Что происходит с индексом, когда рядом, вы добавили медиант. Хорошо. Ну, теперь давайте вот с индексом мы немножко познакомились. Давайте следующий подраздел, такой, раз мы о геометрии говорим, он будет называться так. Треугольник Фареи. Ну, это такая дань уважения к одному из первооткрывателей этих дробей, потому что сам Джон Фареи, конечно, никаких треугольников не рисовал. Но вот, тем не менее, они тут естественным образом возникают. Каким вот образом. Ну, давайте опять будем рассмотреть такую троечку соседних дробей в этом ряде. Это соседи. Ну, вот для средней дроби можно посчитать индекс. Вот мы уже поняли, как он считается. И я предлагаю вот эту вот формулу, которую мы с вами вывели, записать чуть иначе. Ну, что здесь еще можно сделать? Ну, ничего особенного. Давайте просто вот числитель и заминатель вот этой дроби поделим на Q большое. Ну, как он в смысле, там, отнормирует. Что у нас получится? Ну, получится вот такое выражение. Ну, давайте вот это число обозначим через Х, а это через У. Вот что тогда можно про эти Х и У сказать. Ну, во-первых, ну, если не брать вот крайний случай, когда вот эта дробь, это равна 0 поделить на 1, то есть 0, оба числа Х и У будут строго положительны. Давайте так писать. И, очевидно, оба не превосходят единички. Вот тут равенство уже, вообще говоря, может быть. Хотя, ну, какой-то одной из них может равняться единичке. Это первое наблюдение. А второе наблюдение состоит вот в чем. Вот помните, мы с вами уже сегодня говорили вот в этом месте здесь, что сумма вот соседних знаменателей, она строго больше Q. Но в терминах Х и У это означает следующее. Если мы сложим Х и У, то вверху получится у нас как раз сумма Q1 плюс Q0, которая строго больше того, что стоит в знаменателе. Это означает, что такая сумма строго больше единички. Хорошо. Вот смотрите, что же произошло. Вот мы поставили в соответствии паре соседних знаменателей. Вот точка на плоскости вот с такими координатами Х и У. И вот увидим, что они должны подойти этим условием. Что это такое за область? Ну, понятно, что это вот такая вот область. Это кусочек единичного квадрата, который получится, если мы отрежем от него по диагонали нижнюю часть. Вот этот треугольничек. Обратите внимание, вот эта нижняя граница, она в него не входит. Я так пунктирчиками нарисую здесь. Давайте его заштрихуем. Ну, собственно, это и есть треугольник Форея. Вот по традиции обозначают такой буковкой. Это такое Т рукописное. Вот в Техе оно примерно так передается. Она, конечно, Г русская напоминает рукописное. Но это все-таки Т. Вот Т треугольник Форея. Ну, вот уже сама вот эта идея сопоставления паре соседней измятелей какой-то точки на плоскости, она принадлежит трем авторам, к которым писали очень много работ про дроби Форея на рубеже столетий. Даже нет, наверное, где-то с 2001 года. И вот по настоящее время. Три автора. Флорин Бока, Кристиан Кобели и Александру Захаревску. Это им принадлежит эта идея сопоставления паре соседней измятелей вот этой точки на плоскости. Их метод, они создали, по сути, новый метод изучения ревифории. Он этим, конечно, не исчерпывается. Там есть еще одна важная составляющая. Вот успеем мы о ней поговорить в этом курсе, я не знаю. Но даже вот эта идея, простенькая вроде бы, она оказалась чрезвычайно плодотворна. И чтобы понять, как она работает, мы вот с ее помощью сегодня решим вот такую задачу. Давайте возьмем, зафиксируем какое-то число К, целое, пока фиксированное. Возьмем достаточно большой Ку, который, ну, больше некоторого Ку-ноликова завищё от этого САОК. И спросим, а сколько вот в ряде форей, вот в этом длинном-длинном, есть дробей, индекс которых в точности равен К? Давайте это количество обозначим вот так вот. И на откуда только значок К добавляется? Ну и полезно ещё так поступать, вот искать, ну, может быть, не само число таких дробей, а вот их долю. То есть давайте ещё ведём вот такую величину ню с тем же индексом от того же Ку. Это отношение вот этого количества, которым пока не знаем, как себя ведёт, ну, к числу всех дробей, для которых индекс определён. ну, потом вы видите, что эта двойка, она совершенно несущественна, там её поглосят там остаточные члены. Ну, вот формально так. Доля таких дробей. Ну, вопрос остаётся так. Как ведут себя обе эти величины, когда Ку у нас неограниченно растёт? Пока фиксируем. Пока фиксируем. Ну, вот зафиксируем какой-то К, ну, скажем, единичку, или двойку, или сотню. Не важно, пока фиксируем. Потом, вот забегая чуть-чуть вперёд, это такой спойлер, то, что мы с вами получим, оно будет работать даже в случае растущих К, но это уже давайте оставим напоследок. Вот как ведут себя вот эти величины. Когда Ку у вас стремится к бесконечности. И вот наша цель, вот дать ответ на этот вопрос, уже пользуясь этим инструментом. Вот этой простенькой вроде бы идеей сопоставления паре знаменателей к какой-то там точке. Так, ну, давайте это уже мы постираем. Это уже не нужно. Это уже не нужно. Это тоже. Формулу простенькой, мы её помним. Она нам, конечно, сейчас понадобится. Так, ну, пока хватит. Ну, давайте такой подраздел области. Такой ИТ рукописный. Вот то же самое, которое мы взяли для треугольника фарии. Только здесь ещё появится параметр К. К – это вот то самое. Что это, о чём идёт речь? Ну, давайте будем решать нашу задачу как-то по шагам. Давайте вот что сперва поймём. Вот мы увидели следующее. Вот если взять какую-то точку, взять какие-то пару знаменателей, можно построить точку, она непременно пойдёт в треугольник фарии. Хорошо. Но если мы возьмём не оба какие знаменатели, а возьмём такую пару знаменателей, что вот индекс вот этой дроби, это 1Q1, непременно равен К. Вот где вот в этом треугольничке будет лежать тогда такая точка? Иначе говоря, как выглядит? Что мы берём за К? А1 делить на Q1? Нет-нет, К – это какое-то фиксированное целое число, как мы его зафиксировали. И нас интересует, сколько дробей будут иметь заданный индекс К. Всё, больше ничего. И у нас же задача понять, как выглядит множество точек с координатами и x, y, которые лежат в треугольнике фарии, таких, что… Что значит, что индекс равен К? Это означает, что вот эта точка, которую мы сопоставили этой паре знаменателей, вот она должна удовлетворять такому соотношению. Целая часть от такого отношения должна равняться К. Нам надо понять, что это такое будет. Ну, в принципе, сделать это несложно. Это всё равно, что записать, что само число, которое стоит здесь в знаке цель части, оно лежит между К и К плюс 1. Только одно неравенство не строгое, а другое строгое. Ну, давайте перепишем это в более привычном для нас виде. Значит, с одной стороны, y не должно происходить 1 плюс x на К. Ну, а с другой стороны, должно быть строго больше, чем вот это. Ну, вот, собственно, всё. Теперь давайте поймём, как вот такие области выглядят. Ну, берём самое простенькое. К равно 1. Ну, берём, и давайте я сразу буду рисовать здесь картинку. Я нарочно нарисую её побольше. Вот этот треугольник Форея. Ну, пока квадрат. Так, ещё нужна мне будет точка минус 1. Так, хорошо. Ну, давайте смотреть. Вот К равно 1. Неравенство принимает вот такой вот вид. Ну, и мы видим, что верхняя граница, она ни о чём. Потому что она ничего нового нам не добавляет. Как вот выглядят эти прямые? Ну, обратите внимание. Обе эти прямые, ну, собственно, как и вот эти любые прямые, они все проходят через точку с координатой минус 1, 0. Это очень удобно. Вот эта прямая, как она пойдёт? Может быть, не точка внутри треугольника Форея, которая не соответствует Дорме Фореи? Ну, например, сейчас находится только что. Ну, конечно, может. Потому что, ну, представьте, для простоты, что мы берём порядок Q большой, равным целому числу. Тогда все наши точки, которые мы сопоставляем с заменальными, это точки рациональные. Поэтому, если возьмёте что-то иррациональное, там заведомо ничего не будет. Нет, нет, такого прям однозначно соответствия нет. Потому что одно множество, ну, явно счётное, или там даже конечное, а другое континуум. Понятно, ничего не будет. Вот. Ну, вот не торопитесь. Мы сейчас к этому подойдём и увидим, что всё-таки некое соответствие там есть. Но чуть позже. Давайте пока научимся рисовать вот эти области. Итак, вот первая прямая, она пройдёт вот так вот. и она оставит этот треугольник фория здесь внизу и ничего нового нам не добавит. Мы и так знаем, что точки под ней лежат. А вот эта граница, она отвечает вот чему. Если мы проведём вот такую прямую. Ага. Ну и поскольку мы должны находиться в треугольнике фория, вот область, отвечающая к равному единичке, вот она здесь. нарисовалась. Ну или консообразить, что здесь будут координаты 1, 3, а здесь 2, 3. Ну и такой треугольничек. Вот эта область мы обозначим через Т от единички. Ну а дальше пошло-поехало. Вот если внимательно посмотреть на вот эти уравнения, то они сами подсказывают нам способ прессования этих областей. То есть нужно проводить вот из этой точки прямые, но с чуть разным наклоном. Ну вот если вы, я уж не буду опускаться здесь до вот этих вычислений с линейными уравнений. Я думаю, все вы прекрасно без них проделаете. Но вот мораль всё это вот такая. Способ такой. Вот смотрите, вот провели мы вот эту прямую с номером 2. она пересекла вот эту диагональ вот точки на высоте 2 третьих. Давайте по утирчикам пройдём здесь параллельную оси горизонтальной прямой. Она пересчёт вот в сторону квадрата точки здесь. Вот следующую прямую с номером 3 надо проводить здесь. Вот эта диагональ, она никогда не входит в них. Там потому что неравенство строгое. Ну да, да, вы правы. То есть здесь смотрите, вот давай сейчас просто несколько областей нарисуем, а потом разберёмся с границами. Кому какая часть её принадлежит. Вопрос о границах он здесь, да, такой важный. Ну давайте так. Вот мы провели третью прямую. Она пересекла диагональ вот тут. Здесь снова проводим прямую параллельно горизонтальной оси. Появилась точка здесь, через неё проводим ещё прямую. Получается новая точка и так далее. Продолжается у нас процедура эта. И вот области с номерами 2, 2, 3, 4. Вот они будут образовываться у нас здесь. Это уже будут четырёхугольники. Это область с номером 3. Ну и так далее. То есть у нас получится вот такое множество областей. Все они четырёхугольники такие неправильные. Они всё более-более такие узкие. и вот они вот тут как-то копятся, копятся, копятся. Если вы будете в какой-то математической программе это графически рисовать, там уже будет сплошная чернота, там уже разобрать их нельзя. Но есть по микроскопу, смотри, такой длинный-длинный узкий четырёхугольник будет. Вот. Ну вот здесь угольный 4. Ну и так далее. То есть вот как эти области устроены. Теперь что касается границ. Ну вот здесь да, всё понятно. Вот одно равенство строгой. То есть мы вот нижнюю границу мы в верхний прямоугольник не включаем. Она принадлежит как бы нижнему. Ну и так дальше. Ну и как бы на одном рисуночке это трудно изображать. Ну смысл есть. То есть вот наш треугольник Форея вот разбился на такие вот области. Ну вот упражнение тоже такое чисто счётное. Я уж не буду перед вами тут его делать. Чему равна площадь области с номером К? Ну ответ довольно красивый. Правда здесь надо разделять два случая. Ну площадь давайте я буду писать так вот. Фигурка и в прямых палочках. Ну это не знак модуля. Ну площадь. Вот эта площадь равна у нас давайте, чтобы мне не пробраться. Вот если корону и дичьки, вот если мы берём этот треугольничек, это одна шестая. Ну поскольку он треугольник, остались и четырехугольники, поэтому он идёт особняком. А вот для всех последующих К ответ довольно красивый. Вот такая вот формула. Ну кстати, заметьте, что если вы все эти числа сложите, у вас должна получиться площадь треугольников Арии, она равна одной второй. Ну вот такой тоже получится для... Ну его проще доказать без всяких треугольников. Дробь простая, с ней легко обращаться. Ну вот так вот. Ну главное, что нам сейчас понять, что вот эти области становятся такими очень-очень худенькими. То есть при больших К площадь ведёт как единичка на К в кубе. Совсем такая маленькая. Так, вот как устроены вот эти вот множество точек. Пока мы про дроби Форей забыли, просто мы вот смотрим вообще все-все иксы, иррациональные, иррациональные, неважно. И вот видим, что эти множества, обладающиеся таким свойствам, они устроены вот так. То есть наш треугольник Форей разрезался на такие слои. Ну очень хорошо. Ну смотрите. Теперь давайте вернёмся к дроби Амфории. А вот что мы с вами успели понять? Если Ку0, Ку1 пара соседних знаменателей и индекс дроби А1, Ку1 равен К, то мы поняли, что вот такая точка в треугольнике Форей, она необходима, лежит вот так в области Т от К. Ну а если я всё раздую в Ку раз, что будет получаться? Точка вот с такими целыми уже координатами будет понижать в области Т от К, только раздутой в Ку раз. Это уже целая точка. То есть, Ку0, Ку1 это целая точка обязательно в такой области. Но мало того, что точка целая. Скажем, 2 и 2 тоже целая точка, но это явно не про нас. Почему? Ну, в силу модулярного соотношения знаменателя в соседней дроби должны быть взаимно просто. То есть, вот эта точка не просто целая точка, а то, что называется примитивная точка, то есть, точка с целыми координатами, которые ещё вдобавок взаимно просты. значит, вот эта точка это примитивная точка. Ага, вот это интересно. Но возникает вопрос. Хорошо. А вот обратно верно. Давайте мы взяли эту область гамма от К, раздули её в Ку раз, нашли там какую-то примитивную точку. Вот верно ли, что вот этой примитивной точке будет соответствовать и при том одна единственная пара дробей и форей, которые соседи, и плюс в одной ещё индекс равен тому, чему нам надо. Если это так, то нам повезло, у нас оказалось такое взаимнооднозначное соответствие между чисто арифметическими объектами, там, дробями и форей с какими-то свойствами, и примитивными точками какой-то области. И это здорово. Вот здесь геометрия нам поможет. Ну, важно понять, действительно ли это соответствие взаимноднозначных. Это не потому, что нужно, это само, это ряд форей и так устроен, потому что вот есть вот это соотношение, оно означает, что... Так, это я что-то ерунду написал. Оно означает, что Q0 и Q1 они взаимно просты. Вот у любых соседних дробей в любом ряде форей знаменатель обязательно взаимно просто. Потом мы устроили вот это соответствие между соседними знаменателями, вдруг всыпили их в координаты какой-то точки. Оказалось, что эта точка, она лежит в какой-то очень специфической подобласти нашего треугольника фори, это раз. И во-вторых, у нее координаты ЭЗН и ПРОС, то есть это должна быть примитивной точкой этой области. Вопрос в том, верно или обратно. Ну, взяли. какую-то примитивную точку в этой области. Верно ли, что вот есть пара, причем только одна, дробей с нужными свойствами? Ну, давайте посмотрим. Давайте попробуем сконструировать эту пару. Вот удастся нам это или нет? Ну, у нас выручит в очередной раз модулярное соотношение. Я хочу А0 и А1 подобрать. Ну, давайте от равенства перейдем к сравнению. Ну, по модулю Ку1. Ну, Ку0 и Ку1 взаимно просто. Точка-то примитивная. Значит, А1 есть обратный вычет в Ку0. По модулю Ку1. Ну, хорошо. Ну, такие же у нас целая прогрессия бесконечная. А нам-то одно нужно. Но на самом деле все хорошо. Почему? Потому что есть еще условия. Все наши дроби правильные. Все наши дроби, они-то правильные. А значит, вот эти условия А1 определяет однозначно. Ну, если А1 такое нашлось, ну, тогда 0 из этого соотношения, тем более, единственный способ находится. то есть пара А0 и А1 она находится в единственный способ. Хорошо. Значит, да, получилась пара соседних дробей в ряде Фарея. А почему именно соседних? А? Почему именно соседних? А вот почему. А, это обратный стон тоже рядом? То есть, если равно 1, то они соседние? Нет, ну, посмотрите. Потому что если бы они были не соседями, мы могли медиан туда впихнуть. А это нам мешает что? Что эта точка принадлежит, ну, мало того, что в этой области, эта область лежит в разутом треугольнике Фарея, и для нее вот эта сумма Q0 плюс Q1, она будет строго больше Q. То есть, они действительно соседи. Да, то есть, само по себе вот это соотношение, как вот вы видели вот по той табличке, которую я уже стер, оно еще автоматически не означает, что эти дроби соседи. Бывает и не так. Но вот в данном случае это так, потому что в противном случае можно было бы вставить медианту. Давайте это отметим. Вот эта точка Q0 и Q1, она принадлежит, ну, мало того, что в этой области, ну, она лежит в треугольнике Фарея, а там все происходит над диагональю. Осталось понять, что там с индексом все в порядке. Ну, это действительно все в порядке. Почему? Потому что мы знаем, как считает индекс, вот эта формула у нас перед глазами. ну, а вот эти координаты, они у нас лежат, вернее, это точка с такими координатами, она лежит в области T от K, потому что вот это условие есть. Следовательно, это действительно равно K, что это явалось. Следовательно, между нужными нам парами дробей и точками примитивной области есть однозначное соответствие. есть бинекция. Если бы они не были соседями, то тогда между ними непременно можно вставить медианту. Мы же впихиваем медианты, пока это возможно. А потому что наша точка, она лежит вот здесь, в верхней части, над диагональю. Там сумма координат будет строго больше, чем Q большое. И это препятствует медианте. Нет, здесь ничего сократиться не может, потому что есть модулярные соотношения. есть бинекция между примитивными точками вот такой вот стороны области и и соседними знаменателями нужных нам дробей. Нужных в смысле индекса. Вот, то есть наша задача теперь стала чисто геометрической. Есть некая выпуклая область, ну, что там выпуклая область, четырехугольник выпуклый или треугольник. Вот мы его раздули в Курас. Получилась какая-то область, туда много целых точек попало. И нам нужно сочетать, сколько там есть примитивных точек. Ну, здесь мы опять отвлекаемся от дробей фории. Мы переходим к к такому геометрическому подразделу. Давайте я заглавлю так. Неравенство Ярника. Водцев Ярник, это был чешский математик. У него есть труды по теории числа, по матанализу и даже, по-моему, по математической физике. И вот он доказал аккуратно одно неравенство, которое мы сегодня используем. Значит, о чем идет речь? Пусть есть у вас на плоскости какая-то выпуклая область с хорошей кусочной гладкой границей. Ну, чтобы всякие патологии исключить, ну, будем считать, что она спрямляема, то есть имеет конечную длину. Ну, или без кавычек. И вопрос ставится о том, а вот сколько в ней лежит просто целых точек? Пока не перейти в просто целых точек. Давайте число обозначить через инатомика. То есть мы вот нарисовали здесь решетку целочисленную. и подсчитываем, сколько точек этой решетки узлов попало внутрь этой фигурки. Ну, ответ угадать здесь несложно. Ясно, что это число нужно вести себя как площадь фигуры. С какой погрешностью? Ну, вот есть какие-то квадратики, которые пересекаются с границей. Ну, вот, значит, наверное, погрешность не превзойдет по порядку длины вот этой границы. Ну, конечно, мы должны учесть такой еще странный случай. Но бывает так, что область очень малой площади и очень малого периметра, но она же может одну целую точку содержать. Например, вы нарисуете целую точку, вот вокруг нее что-то такое нарисовали, совсем крошечное. Но одна целая точка там будет. Ну, значит, напрашивается вопрос такой, что инатомика, оно хорошо должно приближаться площадью, а здесь должно стоять нечто, зависящее от длины границы, ну, плюс один, потому что без этой единички никак. И вот заслуга Ярника в том, что вот эти вот, ну, интуитивно ясные рассуждения, он облег строгую форму и получил прямо очень удобный неравист, которым полезно пользоваться в разных обстоятельствах. Вот даже с явно выписанной константой 4. Ну, и я, правда, не уверен, доказывал Ярник именно с четверкой, просто я видел более позднюю работу, где эта лемма нужна была как вспомогательная, но там было с четверкой доказано. Вполне элементарно, ну, вот этого нам вполне достаточно. Хорошо. Вот, то есть мы так можем еще это переписать. Вот главный член – это площадь, а вот остаток удобно писать вот так вот. Вводить некое число тета, про которое мы знаем, что оно только по модулю, не превосходить единички. Ну, аж какое оно, непонятно. Хорошо, число целых точек мы считать можем, но нам-то нужны не все точки, а примитивные. Ну, давайте это число обозначим через энцозвездочек от Омега. Как быть с ним? Ну, как быть с ним? Надо как-то учитывать условия взаимопростоты. А как его учитывать, вы уже знаете. Есть функция Мёбиуса. Ну, давайте это и проделаем. Это не кое-то Омега, а это площадь. Ну, давайте, я Даня сказал, значит, вот эта площадь, а вот когда здесь стоит граница, это длина или периметр. Как хотите, называйте. В общем, когда палочки навешиваем, это какая-то мера чего-то там, чего стоит в этих палочках. Так, ну, давайте вот как поступим. Смотрите, формально, и она со звездочкой, это сумма по всем целым точкам, ну, для которых нот равен единичке. Вот это условие мы учтём с помощью Мёбиуса. Нужно суммировать значение функции Мёдельта по всем дельтам, которые делят нот чисел А и Б. Вот если мы как-то эту сумму сможем посчитать, то мы найдём и число примитивных точек. Ну, вот давайте мы вот что с вами сделаем. Вот смотрите, если дельта делит нот чисел А и Б, ну, ясно, что нот не превосходит минимального из модуля этих чисел. Хорошо, а давайте возьмём и посчитаем вот этот минимум для всех точек из нашей области и возьмём самое-самое большое его значение. Ну, кстати, вот на досуге подумайте, какой геометический смысл вот этой величины дельта. Ну, я немножко подскажу. Здесь смысл простой. Вот представьте себе, что у вас есть вот эта ваша область, а вы вот начертили здесь бисектрису и строите вот такие вот уголочки, стороны которых правильный осям координат. И вы начинаете эти уголочки двигать из бесконечности к началу координат. Вот и двигаете, двигаете, двигаете. И в какой-то момент у вас произошло первое соприкосновение. Ну, вот это первое соприкосновение будет отвечать вот этому моменту дельты. Вот это полезно будет при решении задачи. Ну, вот ясно, что вот эта наша дельта не превосходит дельты большой, которая от этой омеги зависит. Это нам нужно для чего? Ну, опять же, по опыту того, что у нас уже делалось, чтобы поменять местами порядки суммирования. Дельта маленькая может бегать до дельты большой. А, b это целые точки, но оба числа теперь должны делиться на дельту. Ну, а что это означает? Это означает следующее, что а это какой-то дельта на м, b это дельта на какой-то n. Это означает следующее, что можно говорить не о точке, а b, которая лежит в омеге, а точке mn, которая принадлежит к такой немножко сдутой омеге, уменьшенной в дельта раз. Стало быть, внутренняя сумма проводится опять по целым точкам, но какой-то маленькой уже области. Но для вот этого количества есть формула ярника. просто надо применять ее не к омеге, а вот к этой. А что нам говорит формула ярника? Давайте посмотрим. Вот она. Надо взять площадь. А как площадь? Вот мы в дельта раз уменьшили фигуру. Как площадь изменилась? Поделится на дельта квадрат раз. Так. Ну, будет какой-то остаток. Давайте за константом я следить не буду. Видео большое, буду все писать. Периметр уменьшится в столько раз ровно. То есть будет периметр, деленный на дельта. Но, правда, единичка от нее никак не избавится. Она тут есть. Ну и давайте смотреть. Первое слагаемое даст ожидаемый главный член. Поэтому давайте его выпишем отдельно. Ну, плюс что, смотрите. Вот вклад от этого слагаемого какой будет? Ну, от членового знака это и мю, понятно, проглотит. И останется только сумма единичка на дельта, маленькая, по всем дельтам из этой области. Это даст логарифм. Ну, а единичка вот эта, она просуммируется дельта раз. Поэтому будет что же у нас? Периметр на логариф дельта. Ну, плюс один, давайте, для порядка. Ну, плюс единичка. И последнее. Плюс дельта, да, потому что единичка просуммируется у нас, да. Да, совершенно верно. Ну и последнее. Вот видите, здесь стоит сходящийся ряд, кусок. Ну, как надо? Надо его дополнить до всего ряда, до бесконечной суммы и вычесть хвост. Но хвосты вычисляются как? Вы уже видели. Порядок хвоста будет единичка на вот этот предел. А сумма ряда равна 6 на π в квадрате. И вот мы с вами в итоге получаем вот такую формулу. А вот это R. Нет, есть О большое, но от того, что тут всё писалось, вот О большое я уже здесь не хочу писать, громудская запись будет. Значит, смотрите. Вклад от этого хвоста будет какой? Площадь поделить на дельту. Ну, плюс то, что здесь писалось. При желании можно и константы тут было вычесть аккуратненько. Они вполне разумны. Видите, там четвёрка, это не вот там 10, 30. Нет, всё хорошо. Ну, давайте вот эту формулу ещё раз перепишем, чтобы она у нас перед глазами была. То есть мораль такая. Если у вас есть какая-то хорошая область, и вам нужно знать, сколько в ней примитивных точек, то в первом приближении это вот сколько. Надо взять её площадь и множить вот такой коэффициент, 6 на π квадрат. Ну, и всё. Теперь нужно вот этот полученный результат нам применить к нашей задаче про подсчёт примитивных точек в области t от k умноженной на q. Ну, вот, смотрите. Вот r у нас сложилось из чего? От этого остатка. Вот вклад он вот такой оказался. Плюс вот когда мы здесь вот добавили и отняли хвост. Вот вклад от этого хвоста. Вклад от хвоста оценился вот так вот таким образом. А вот это пришло вот отсюда. Почему там плюс единичка внутри в скобке? Ну, потому что вот я должен через всевозможные случаи вот если х какой-то положительный, по которому я ничего не знаю, то лучше использовать вот такое неравенство. Логарифм х плюс 1. Потому что если х равно единичке, и справа вы оставите логарифм х, будет неверно. Потому что слева 1, у нас справа 0. Но чтобы на это не наткнуться, вот я добавляю единичку, и я себя обезопасил. Возможность потерь там каких-то. Вот. Ну, а она погоды здесь не сделает. Ну вот смотрите, мы почти все сделали. Вот площадь у нас посчитана с вами. И осталось только применить это к случаю. Омега равняется кумбе. Единственная проблема в чем? Вот здесь фигурирует какая-то вещь на дельта. Чему она равна для области? Ну, вот чему. Вот видите, эта область у нас перед глазами. Давайте я вот ее так схематически изображу. Это будет нечто вот такое. Ну, а главное то, что вот первый момент касания, когда мы начнем двигать этот треугольничек, он произойдет когда? Ну, когда мы окажемся вот на высоте вот этой точки. А высота этой точки, ну, это вот упражнение, когда вот я просил вас площадь сосчитать, значит, вам неизбежно уже будет найти карьер на третьей точке, так вот, у этой точки будет координата такая. Q умножить на первые координаты единичка, ну, Q. А вторая будет такая, 2 на К. Значит, дельта имеет порядок 2 на К, ну, это если К больше, чем равно 2. Ну, а касание вот с этим треугольничка первого, ну, понятно, здесь в этой точке произойдет, то есть в этом случае дельта равно Q, если К равно 1. потому что я проглотил упражнение про геометрический смысл величины дельта. Это момент касания вот такого уголка симметричного с вашей фигурой. Когда вы так вот двигаете его из бесконечности, двигаете, двигаете, пока вот он не коснется первый раз в вашей области. И вот это будет как раз отвечать значению дельты. Это будет либо абсцисс, либо ордината, вот это точка касания. Ну, так и здесь. Здесь у нас фигурки простые. Все, ну, в любом случае, если я напишу, что дельта имеет порядок Q на К, я не погрешу против истины. Отлично. Ну, теперь давайте соберем все воедино. Наша НК, это все равно, что Н со звездочкой вот от такой области. Число точек такой области равно чему у нас? 6 на π квадрат на ее площадь. А площадь у нас будет какая? Есть коэффициент пропорциональности Q, мы в Q раз раздуваем, значит, площадь увеличится в Q квадрат раз. Ну, плюс некий остаток. Ну, давайте быстренько поймем, как он у нас оценивается. Так, ну, видите, первое слагаемое, это площадь делится на дельту. Площадь у нас имеет порядок Q квадрат на К в кубе делится на дельту, то есть умножается на К и делится на К. Так. Плюс, что есть еще у нас? Есть еще у нас там периметр. Ну, периметр просто. Я думаю, вы мне поверите, что периметр имеет порядок Q поделить на К. Ну, вот это вот, если вычтите координаты, вот так оно будет. И сверху, и снизу будет оценка. Значит, что же у нас там будет? Да, но в качестве омеги мы берем вот это вот. А там написано от Q. Ну, нет, подождите. Формально это обозначение к тому никакого отношения не имеет. Вот есть предполагаемый главный член формы для НК, а есть предполагаемый остаток. Просто он выражается через вот то и р, и у нас там даже обозначение развить. Здесь есть индекс К, а там ничего нет. Вот. Ну, просто глядя на ту формулу, я пишу остаток здесь. Так вот, периметр Q делится на К умножается на логарион дельты плюс 1. Ну, плюс дельта, то есть Q на К. Ну, она у нас тут есть. Ну, и давайте смотреть, что же получается. Здесь будет после сокращения Q на К квадрат, но это меньше, чем Q на К, поэтому про это с лагами можно забыть. Давайте логарифт просто заменим на логарифт Q большого, и просто оценка будет вот такая. И мы с вами доказали, по сути, что? Теорему Алана Хайнеса. Фактически мы с вами нашли при любом К асимптотику для вечной НК. Она у нас получилась вот такая вот. плюс О большое от Q к логарифту Q. Причем оценка, обратите внимание, что называется равномерная по параметру К. То есть все константы, которые у нас здесь скрыты, в знаке О, они все абсолютно, они от К не зависят. В зависимости от К мы аккуратненько тащим. Ну, благо она у нас простая. Ну, что ж, и теперь осталось долю посчитать. Надо просто поделить вот то, что мы посчитали, на асимптотику, которая у нас в самый первый день получилась в теореме 1. Ну, и что же у нас с вами получается? Ну, вот видите, здесь константы в два раза отличаются, поэтому первый слага ни от какого К уже зависит не будет. Ну, остаток будет такой, если я не пробрался. О! Ну, если К фиксировано, а К стремится к бесконечности, то такие доли стремятся к вполне конкретным константам, которые равны удвоенным площадям вот этих областей Т с номером К. Ну, все, у меня время вышло, теорему мы доказали. Ну, маленький комментарий, это уже на следующий раз. Все, всем спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ